Беларусь на весь мир на девяти языках. Круглосуточно. Онлайн. ФМ. Спутник. Международная радио Беларусь. Для тех, кто далеко, но с нами. Денис Николаевич, конечно, в парламентской ассамблее ОБСЕ состоялось и есть наблюдение, можно сказать, изнутри, что называется, депутатов от нашей республики. Их шестеро, не все, правда, участвовали, но, скажем, свежий взгляд на это мероприятие имеется. Вообще-то, наша республика и Россия считают, что это последняя постоянная площадка диалога наших стран с Западом по безопасности. Можно ли так сказать? Добрый день. Ну, действительно, я соглашусь с вами, что это последняя площадка, потому что непосредственно в международных организациях, это одна из организаций, которые у нас еще есть и могут нас слышать. Мы можем высказать свое мнение, мы можем высказать то, что происходит на самом деле. Причем любые наши высказывания всегда подтверждаются фактами. Причем неопровержимыми фактами, фактами, которые видят и знают международные организации. И поэтому, действительно, это та площадка, которая содействует межпарламентскому диалогу. Но, к сожалению, не все наши коллеги, парламентарии хотят это слышать. Да, действительно, фактически последняя организация. Почему? Потому что со многими странами заморожены двусторонние каналы по военной линии. Также практически не заседает Совет России, например, и НАТО. Он перестал заседать, хотя когда-то заседал. Это все, безусловно, делает эту площадку как раз именно последней постоянной площадкой диалога наших стран с Западом. А то, что произошло сейчас, вы наблюдали. Вот ваш взгляд на эту парламентскую ассамблею нынешнюю. Вы знаете, действительно, хочется сказать, что у некоторых коллег, ну не хотелось бы нагрубить, отсутствует напрочь свое мнение. Отсутствует напрочь какое-то благоразумие и какой-то взгляд на то, что происходит на самом деле. Некоторые парламентарии просто-напросто озвучивают то, что им довели их сценаристы, по сути говоря, заказчики. Может, сами даже не верят в это. Я вам скажу, да, действительно, это видно по тому, как происходит вот это общение, потому что в режиме видео все происходит. И вот, наверное, все-таки вот одно из так называемых невербальных общений — это мимика лица. И когда человек читает, он говорит то, в чем он уверен, у него одно. Но когда он сомневается, соответственно, и даже какие-то есть запинки, какие-то повторения. Поэтому, наверное, все-таки, на мой взгляд, это видно, что текст шаблонный. И причем самое интересное, что брать, опять же, по последнему, что Польша, что потом Литва написала в комментариях. То есть одно и то же. То есть вплоть до того, что знаки припинания одни и те же. То есть у них готовый текст, заготовленный заранее. Совершенно верно, да. И они озвучивают его как позицию. На самом деле сами, можно сказать, не представляют такую позицию. Ну, они, к сожалению, не... Эти страны, к сожалению, вот именно если брать парламентскую ассамблею ОБСЕ, на сегодняшний момент не все страны имеют свое слово. Они говорят то, что им говорят их заказчики, в частности Соединенные Штаты Америки. Вот это печально, конечно, потому что на самом деле мы и не видим за этим собственной позиции стран. Да. Ну и, конечно, мы когда говорим о том, что напряженность, скажем, в наших отношениях между Польшей, Литвой и Латвией, да, она, можно сказать, существует, да. И вот то, как вы это подали, да, совершенно не понравилось полякам. Ну, а сказать или ответить чем-то не было, у них фактов нет. Ну, да, действительно, любые наши доводы мы прикрепляем факты, подтверждаем фактами. Причем, еще раз повторюсь, фактами международных организаций. А где-то какие-то факты, которые запечатлены на видео. То, что озвучивала Польша о том, что якобы она ишла на встречу белорусской стороне и предлагала помощь, чтобы решить общий миграционный кризис на своих границ. Ну, вы знаете, для меня это было новое, я в первый раз это услышал, что действительно Польша пыталась всяческим образом прийти к нам на какой-то диалог для того, чтобы решить общую проблему. Но фактов не было таких. Фактов не было, потому что, ну, это было просто слова. Просто слова и слова того, что якобы они приехали на границу, привезли там несколько сот одеял для того, чтобы помочь беженцам. Но у меня вопрос другой. Хорошо, вы есть, даже если это так, но фактов, опять же, нет. Вы привезли, зачем держать беженцев на границе? Да, по общему положению в Евросоюзе уже надо им помогать внутри страны, а не на границе. Да, причем они не помогают, опять же, ни одного слова их речи не было о том, что они помогают беженцам в частности оказания медицинской помощи, в части помогать где-то их снабдить непосредственно питанием, там, горячей пищей. Ничего слова не было. У них только так. Мы одеяло привезли, мы какие-то деньги выделяем, там, Афганистану помогли, там, еще мы какую-то сумму выделили за прошлый год в непосредственно парламентскую ассамблею ОБСЕ, но про самих беженцев ни слова не было. Вот именно что они им помогают. И этот перечень исчерпывающий без того, что называется. А тут, нате, а, конечно, некоторые проблемы военные должны обсуждаться на парламентской ассамблее, потому что все же это организация, которая занимается безопасностью. Да, как это, этой тематики касались. Ну, на сегодняшний момент, ну, вот, в частности, вот, на этом заседании озвучивалось одно из острых проблем, которое сейчас наблюдается, это Афганистан, проблема Афганистана, потому что мы видим, что движение «Талибан» благодаря Соединенным Штатам Америки стало еще сильнее. А что значит «благодаря»? Потому что, когда войска НАТО покинули Афганистан, они практически все вооружение оставили там. Очень жестко в этом плане высказал представитель Нидерландов, которая сказала, что вы сделали все для того, чтобы «Талибан» с новой силой начали боевые действия в отношении других стран. И она действительно права, потому что Соединенным Штатам даже, я вам скажу, нечего было ответить на это. Они даже не опровергали и не оправдывались после вот этого высказания. Но единственное, что да, одну проблему видят Штаты, это гендерное равенство, это допуск женщин к обучению, что сейчас в парламенте Афганистана нет ни одной женщины, что якобы ущемляются права женщин. Но ведь, по сути говоря, эта проблема тоже существует, но это не одна из проблем, которые надо решать. Почему-то проблему, в частности, о том, что, по сути говоря, «Талибан» — это одна из организаций, которая может возобновить террористические акты по всему миру, вот как-то вот это остро, по крайней мере, не обсуждалось. К сожалению, вот это настораживает, потому что, ну, проблема есть. И, на мой взгляд, все-таки даже «Талибан», они готовы на диалог и готовы на какое-то общение. Ведь, по сути говоря, дип-миссия той же самой Российской Федерации на сегодняшний момент еще в Афганистане есть. И я так понимаю, что они находят общий какой-то язык с новым правительством. Ведь, по сути дела, «Талибан» раньше считался террористической организацией, а сейчас в новых условиях приходится вести диалог, потому что другой силы, которая бы обладала властью, в Афганистане нет. Да. Вот в чем дело. И здесь, когда голод грядет, ведь, по сути дела, половина населения Афганистана в состоянии голода. И это чрезвычайная ситуация, конечно. Отсюда и, можно сказать, беженство в таких масштабах, которые мы имеем, и так далее. Вот в чем дело. Но голод предстоящий не обсуждали? Нет, вы знаете, про голод тоже поднимали, но как-то вскользь. Вот, откровенно говоря, вскользь, потому что, ну, опять же, назвали какие-то цифры. Одна страна приняла, там, Бельгия, например, порядка 130 беженцев, там кто-то принял порядка 200 человек. То есть, ну, в масштабах именно Афганистана это вообще, ну, капля в море, говорим, как есть. Поэтому, наверное, все-таки проблематика так называемого голода, и в частности, это проблема не только Афганистана, это мировая проблема. Потому что, на мой взгляд, вот эта проблема может вызвать очередную волну недовольствия, и силовым методом, опять же, вооруженным методом, те же самые беженцы могут добывать себе еду, пищу. Да, вот так бывает. Ну, и, конечно, мы говорим, что главное, та же, все же военная безопасность. Вот, что интересно, что мы наблюдали на парламентской ассамблее, это такой диалог, можно сказать, который перерос чуть не в баталии там на парламентской ассамблее между Арменией и Азербайджаном. Вот этот, осветите факт, и как эта напряженность коснулась и самой ассамблеи. Ну, действительно, как бы, опять же, вопрос, одна из острых проблем, это, в частности, проблема Афганистана, проблема беженцев, ну, и не только с Афганистана беженцев. Но, опять же, когда брали слово представители Азербайджана и Армении, у них проблему озвучивали не совсем, скажем так, в тематику вчерашнего заседания, они озвучивали проблему Нагорного Карабах, о том, что всяческим образом происходит ущемление прав одной страны, там, прав другой страны. И, действительно, получилось так, что председательства Маргарет Седерфельд, это председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ, значит, она видела, что мы вкладываемся в регламент и тем самым разрешила взять дополнительное слово, кто хотел. И, вы знаете, вот дополнительное слово, кто хотел, это именно представители были Азербайджана и Армении, и они начали очень резко и жестко высказываться в отношении другой страны, что, вы знаете, наверное, все-таки до реального конфликта оставались там считанные секунды, если бы у нас продлилось дальше еще вот это заседание. И, опять же, стоит вопрос, ведь, наверное, все-таки не готовы эти страны на решение положительно данного конфликта, потому что они сами хотят дальше уничтожить оппонента, будь то вот сейчас в дипломатическом русле, в частности, словами, ну и, соответственно, значит, они готовы в физическом плане, поэтому тут вот тяжело. Хотя одна и вторая страна признавались, что идет нарушение полностью Минских соглашений, то есть как бы мы всегда, наша страна была платформой для урегулирования конфликтов, и они это помнят, но помнят только на словах, к сожалению, никто не хочет это соблюдать. Вот действительно со стороны это выглядело очень, скажем так, с опасением, что люди, которые прежде всего должны, значит, на площадке парламентарской ассамблеи озвучивать проблему и пытаться ее решать, наоборот, ее раздували и всяческим образом обвиняли друг друга и тем самым могли просто породить очередной вот, ну, действительно конфликт. И вот я не знаю, как по результатам вот этого заседания, как вообще поведут себя исполнительные власти после этого, этих стран. Дело в том, что у них же возобновился этот конфликт буквально недавно. Правда, сейчас пригласили малость, но ведь, по сути дела, он тлеющий конфликт. Какие 200 конфликтов в мире, которые можно связывать с косовизацией, можно сказать, этих конфликтов. Косово, которое в нарушении международного права, можно сказать, повело политику, и Косово поддержали, и это было нарушение международного права. И эти конфликты, которые существуют в мире, и тлеют, можно сказать, и иммуненно могут взорваться, это назвали косовизацией. Так оно и есть, правильно? Ну и, конечно, мы говорим, что мир, пусть даже не совсем это отразилось в заседании, Да, мне хотелось бы вас, вашу экспертную оценку, как представителя траслевой комиссии постоянной, да, именно топливно-энергетической, топливно-энергетическая сфера сегодня становится в мире достаточно, ну, актуальной, Потому что у некоторых стран не хватает, можно сказать, ресурсов для того, чтобы перезимовать даже. И вот позиции стран, которые иногда критиковали Беларусь, да, я говорю и о Литве, о Латвии, о Украине, да, А сейчас они, в условиях, когда у Беларуси есть электроэнергия своя, благодаря пуску атомной электростанции, Сейчас они, глядя друг на друга и критикуют уже друг друга, согласны принять, скажем, белорусскую электроэнергию. Вот эту позицию проясните нам. Ну, я вам скажу так, что действительно топливно-энергетический комплекс, это комплекс, который, прежде всего, влияет на национальную безопасность любой страны. У нас, к сожалению, нету своих углеводородов, но у нас есть наш, как говорит президент, старший брат, который нам всегда помогает, Это Российская Федерация, которой большая доля углеводородов поставляется с этой страны. На сегодняшний момент у нас есть своя атомная электростанция, опять же, это энергетическая составляющая, которая позволяет нам не только не зависеть от внешних, скажем так, угроз в энергетическом плане, но и улучшить, уменьшить потребление того же самого голубого топлива, топливного газа, и, значит, тем самым сэкономить какие-то бюджетные средства. Да, действительно, мы видели, как яро прибалты всяческим образом пытались помешать строительству данной электростанции. Мы яро видели, как относились к этому и Евросоюз. Но сейчас, когда, опять же, тут много вопросов, много обсуждений идет, что повлияло на резкий скачок того же самого газа для Европы, что повлияло, опять же, для того, чтобы уменьшилось там или увеличилось вообще на любые топливно-энергетические ресурсы, цены. Но, тем не менее, все-таки это, прежде всего, повлияло пандемия, потому что всяческим образом многие страны прекратили, ввели локдаун, и определенные отрасли перестали работать. Соответственно, после того, когда эти отрасли перестали работать, они мало того, что потеряли свою ячейку в мировом рынке, они перестали потреблять то или иное, так называемый, вид топлива. Соответственно, необходимость в нем упала. Значит, сейчас получается, вот брать, если у Украины вообще отдельный разговор, потому что Украина, она вообще не идет по вектору созидания, когда власть сама разрушает все, что есть, и когда люди, мы прекрасно помним 19-й год, когда люди перестали верить власти, и тут пришел на политическую арену новый представитель, который незапятнанный был, как за него голосовали, как выходили целые стадионы, и, опять же, происходит все то же самое, разворовывается, ничего на Украине не строится, не развивается, и тем самым мы видим, как сейчас это отражается на людях. Действительно, еще раз говорю, наверное, все-таки есть тут и политический где-то небольшой аспект в плане того же самого удорожания топливного газа и поставки вот этой электроэнергии, потому что вся цепочка электрической сети, она задействована была именно и вот Прибалты, Россия, Украина, Беларусь еще в советских времен, и, тем не менее, всяческим образом Прибалты и вообще Европейский Союз хотел вот это все оборвать и отказаться. Но мы видим, как себя повела страна, на которую все надеялись, Соединенные Штаты Америки, как они расторгнули всякие договора по метану, в частности, и, ну, опять же, вот этому сухому углеводороду, и начали поставлять его, опять же, в Китаю, где-то они начали, значит, пошло удорожание этого топлива, и всяческим образом они, ну, в этом плане, наверное, все-таки подставили своих коллег, или, скажем так, стран, которые надеялись на них. И вот сейчас, наверное, тут, наверное, просто ответить можно, простим, мы, наше правительство делает все, в частности, президент для того, чтобы мы были энергетически независимы, и наша национальная безопасность в этом плане была на должном уровне. Это подтверждает и, в частности, по Мегатэ, что, если брать по электростанции, что она построена по последним технологиям и безопасность на должном уровне. И вот всяческим образом мы стараемся вот это все улучшить, и чтобы, прежде всего, обеспечить внутренний рынок. Ну, а внешний рынок, опять же, не виноваты те же самые украинцы о том, что у них правительство ведет себя не совсем корректно по отношению внешней дипломатии, и поэтому мы сейчас это им всем помогаем. Как-то так. Ну да, действительно, и таки Литва же обвиняла Украину, что якобы она призывала не брать белорусскую электроэнергию, а сама вынуждена сейчас брать. Да, да, они берут, и самое интересное, это даже интересно... Через третьи страны. Через третьи страны, да, и то же самое по топливу, брать вот то же самое дизельное топливо, бензин всяческим образом там вводят санкции, но, опять же, ну, много европейских стран ездят на нашем топливе, но, опять же, через контрагенты там третьи страны покупают втридорога. Вот зачем это, и кому что-то что-то доказать? Ну, это, к сожалению, понимаете, вопрос, наверное, в этом плане номер один, что страдают простые граждане этих стран. Люди, просто люди страдают, а власть это не хочет признавать. Ну, и наш президент сказал, что мы готовы помочь украинскому народу в этом плане. Хотя с властью особых контактов у нас позитивных нет. Да, к сожалению, к сожалению, да. Конечно, мы говорим, что вопросы и военной безопасности, и безопасности в разных сферах, это, конечно, актуально сегодня, чрезвычайно. Говоря о парламентской ассамблее, мы говорим, что, надо сказать, что ослабление ОБСЕ произошло. А связано оно с наращиванием конфронтационного потенциала в Европе и прекращением в этой связи как раз созыва, саммитового организации. Ведь когда-то, в течение многих лет, ОБСЕ оставалась главной формой политического диалога и площадкой, которая действовала на пространстве от Атлантики до Урала, а в более широком смысле от Ванкувера до Владивостока. Но, к сожалению, такой функции нет, хотя мы и поныне называем, можно сказать, ОБСЕ последней постоянной площадкой диалога наших стран, Россия и Беларуси со странами Запада. Вот, к сожалению, это есть. Но её всё же надо удерживать, эту площадку. Вот вы как раз говорите, что есть возможность высказаться, и тогда замолкают оппоненты. Вот ваши примеры об этом и говорят. Не, ну, я с вами согласен. Действительно, это площадка, которая есть возможность отстоять свой суверенитет, свою независимость и своё мнение. Но я вам скажу ещё больше. Из некоторых уст моих коллег, парламентарий других стран, звучала такая фраза, что на сегодняшний момент у нас нету таких сильных рычагов повлиять на ту или иную ситуацию. Поэтому тут, наверное, всё-таки... Обсудить можно, повлиять нельзя. Обсудить можно, да. И вот тут приходится задуматься. Наверное, всё-таки вот этот функционал парламентской ассамблеи, наверное, всё-таки теряет свою вот эту сущность. И надо сейчас делать всё для того, чтобы оно оставалось на должном уровне, и чтобы нас слышали и с нами, как говорится, считались. Спасибо, Денис Николаевич, и до свидания.